Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня мы поговорим о молодежной политике. Недавно президент Путин согласился возглавить Наблюдательный совет Всероссийского движения «Детей и молодежи». Что стоит за этим решением и как у молодежи теперь пойдут дела? Гости нашей программы. Засорин Сергей Алексеевич, директор Международного центра педагогического образования МПГУ, кандидат исторических наук. Исааков Владимир Павлович, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ. Минералова Ирина Георгиевна, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук. И Миронов Анатолий Степанович, сопредседатель Конгресса работников образования, культуры, науки и техники России, председатель объединения профсоюзных организаций, работников научных центров и учреждений РКК «Наука». Сергей Алексеевич, начнем с Вашего позволения, с Вас. Действительно, не так давно президент Путин согласился лично возглавить наблюдательный совет Всероссийского движения детей и молодежи. И некоторые эксперты сделали из этого такой вывод, что у молодежи дела, видно, идут совсем плохо, если надо переключать эту деятельность в режим ручного управления. Так ли это? Как Вы это прокомментируете? Я бы так не оценивал ситуацию. Я бы по-другому ставил вопрос, что назрела, и, наверное, даже раньше намного назрела, необходимость какой-то серьезной, хорошо подкрепленной, организационной и финансовой государственной молодежной политики. Сегодня есть, как никогда, опасность потерять молодежь. Причем по ряду причин. Здесь есть и проблемы внутреннего социально-экономического развития, и нашей сегодняшней духовной жизни, и положение России в мире. Если сегодня президент лично не будет это направление нашей деятельности, ну, скажем так, курировать, поощрять, помогать, то ничего не получится. С другой стороны, у меня сразу возникает вопрос. Когда мы смотрим сегодня на первые предварительные документы учредительной организации, там подчеркивается государственная общественная организация. Не хотелось бы, чтобы она была скорее государственной, чем общественная. Потому что весь опыт предыдущих детских и молодежных организаций в Советском Союзе подтверждает, что если эти структуры не будут самодеятельны, если их инициатива не будет реализована, то ничего хорошего не получится. И, наконец, наверное, правильно, обоснованно, резонно, что сегодня вместо той разносортицы, которая появлялась в нашем молодежном движении последнего времени, Союз молодежи, движение школьников, юнармии и прочее, появится некая общая структура, которая хорошо будет использовать опыт советский в возможности сегодняшних воспитателей и педагогов и двигаться дальше. Но, с другой стороны, еще одна проблема. Меня смущает, честно говоря, вот такие растянутые рамки участников этого движения. От 7 до 17 лет. Все дети и подростки несовершеннолетние. Как-то вот, если они будут по команде из Москвы, а будет структуру воспроизводить когда-то детские и молодежные организации Советского Союза, ну, сегодня это субъекты федерации, региональные, отдельно взятые учебные заведения и так далее, если все это будет по команде, без учета особенностей возрастных детей, регионов, спускаться и внизу реализовываться, хорошего ничего не получится. То есть, здесь очень много вопросов о содержании деятельности. Содержание деятельности этого движения поручено Министерство просвещения Российской Федерации, наверное, с помощью педагогической общественности, они должны здесь дойти до разумных, в общем, так сказать, рецептов. Но, в принципе, это правильное дело. — Владимир Павлович, ну а на Ваш взгляд, кураторство президента лично может ли заменить целенаправленную, продуманную государственную молодежную политику? — Я, честно говоря, в этом кураторстве вообще ничего не вижу. Неужели Вы думаете, что президент будет так прям сильно озабочен вопросом этого движения? — Заниматься будут все те же люди. Те, кто занимались и российским движением школьникам, те, кто занимаются юной армией, еще несколькими организациями. По сути, есть у меня такие тревоги и опасения, что мало что изменится. Потому что написать можно все, что угодно. Ну, во-первых, начали уже, честно говоря, не очень. Когда придумали, не знаю, кто это придумал, но большая перемена названия. В первых двух чтениях фигурировало название «Большая перемена». Это не понравилось ни в Госдуме, не понравилось ни общественности. Ну, много было и писем, и звонков. Говорят, ну что это вообще за название? Вот, сейчас вот просто движение, просто движение. Во-вторых, то, о чем наш вот мой собеседник тоже сейчас высказался, дело в том, что там не совсем так по временным рамкам. Там не 7 и 17, там 7 и бесконечность. Даже движение там, я не знаю, какое-то ветеранское, женское движение, которое занимается молодежью, сможет войти в это движение. Суть-то в чем? Я логику государства, в принципе, понимаю. Задача какая? Создать одно большое движение, которое вберет в себя все детские, молодежные организации. Но я переживаю, что оно не просто в себя вберет, оно растворит в себе все, что сейчас есть. И вопрос, у нас не хватает катастрофических кадров работы с молодежью, не хватает педагогических кадров. То есть, скорее всего, этим будут заниматься все те же люди. Ну, мягко говоря, как я понимаю, что у чиновников есть разочарование в РДШ. Потому что, кроме как субботников, каких-то выставочек, фотографий, что-то такого серьезного, прорывного в этой сфере не получилось. Сделать пионерию 2.0, в принципе, сейчас не представляется возможным и не получится. Потому что пионерия, помимо своей, понятно, общественной нагрузки, еще много было направлений, да, она в первую очередь имела очень серьезный идеологический стержень. И она входила четко в государственную линейку воспитания. Да, для советского человека было абсолютно понятно. Октябренок, пионер, комсомолец, коммунист. Абсолютно четко и ясно. Сейчас, то есть, ну, одни там занимаются, я не знаю, одни увлечения, другие-другие. Вот сейчас их всех постараются объединить под каким-то таким общим соусом, я не знаю, там, патриотического воспитания. Но когда, если государство сама не может определиться, что оно хочет получить и что ей нужно, а просто так вот сказать, давайте вот все вместе тут объединимся вокруг конкретной личности или там вокруг государства, ну, мягко говоря, уже опыт. Показывает, что из этого мало что получается. Прошу прощения, маленькая ремарка. Все-таки не совсем, коллега, право от 7 до 17, потому что в проекте устава написаны несовершеннолетние дети и молодежь. А всевозможные более зрелые молодежные, общественные, ветеранские организации могут выступать в роли воспитателей, в роли наставников. Здесь, кстати, очень правильно будет, если этой организацией будут заниматься в том числе волонтеры, Союз волонтеров России, студенческие отряды, которые сегодня возрождены в наше время, когда вот вожатые, вожатство, система вожатства, которая сегодня возрождается в России. Но это уже не члены организации, это старшие товарищи. Ирина Георгиевна, если, тем не менее, за молодежную политику берется сам президент, ну, наверное, есть надежда, что организационные проблемы как-то будут решаться. Ответственных назначат, там деньги выделят и прочее. Но, с другой стороны, вот действительно, как справедливо сказал Владимир Павлович, за последние годы попыток создать организации по образу пионерской, по образу комсомольской, причем идеологизированных, было немало, но ничего из этого не получилось. А есть ли основания полагать, что, может быть, на этот раз что-то получится? Все-таки обстановка сильно изменилась. Ну, изменилась для кого? Вообще. Для всего мира. Но кто-то все еще живет иллюзиями совершенно другого порядка. Поэтому и говорить о том, что президент, как человек, который возглавляет целую группу людей, ответственных за это, я хочу поглядеть в глаза каждому из тех, кто будет исполнителями. И вы увидите среди этих людей все тех же, которые уже сидели на этих местах, и ничего дельного не случилось. Это раз. Два. Вопрос воспитания – вопрос системный. Если на телевидении у нас одни вещи, в этих самых сетях другие, такие же точно, еще где-то, и вы приходите в организацию и говорите, нам важен человек труда. Все профессии нужны, все профессии важны. Он смотрит, а Даня Милохин, который имеет миллионы, а почему? А почему вот этот дядька, который там понастроил всего, и я читал это у Навального? Вы знаете, сколько поклонников? Вот этого всего. И вы не можете переубедить. Почему? Потому что есть средства более сильные, чем тетеньки, которые в школе будут это организовывать. Понимаете, каким бы прекрасным президент ни был, он не может дойти до каждого – учителя, воспитателя, и тем более волонтера или школьника. Мне кажется, это системная работа, и должна быть продумана эта системная работа. Антоний Степанович, до недавнего времени государство абсолютно спокойно взирало, как наша система образования работала во многом в холостую. Мы подготавливали прекрасные кадры, все-таки по старой памяти. И эти кадры уезжали работать на Запад, как сейчас говорят, недружественные страны. Причем парадоксально, но мы это обсуждали в программах наших, уезжают в том числе и патриоты, которым просто негде здесь приткнуться. А им предлагают сразу все готовое. Вот что сделать, чтобы прекратить утечку мозгов? Ведь многие люди хотели бы остаться, они хотели бы реализовываться в родной стране. Безусловно. Но для этого необходимо перестроить систему образования, которую принесли либералы. Они, по сути, снесли советскую систему образования, как общего, профессионального, так и высшего на всех уровнях. И тем самым они опустошили фактически кадровую нашу систему, систему кадров. А подготовка кадров – это первейшее, что решают. В общем, мы знаем известную формулу кадров решают все. И вот на фоне вот этого сноса системы, как раз воспитание тоже было запущено. Пущено на самотеке. Якобы, значит, надо менять ценности, надо делегизировать страну. А вот опыт Советского Союза как раз показал, что только идея может сплотить людей, повести их в каком-то определенном направлении для того, чтобы свою жизнь улучшать. Это была основная цель поставлена, и она работала. Значит, все потуги без изменения идеологической нацеленности в новом варианте не могут привести к изменению ни системы образования, ни работы по воспитанию подрастающего поколения. Ничего. Поэтому эта задача, безусловно, выходит на первый план сейчас. Сергей Алексеевич, продолжение темы отъездов. А почему, собственно, молодежь уезжает? Получается, что молодежь – это наиболее уязвимая часть общества. В принципе, у молодых людей нет ничего, кроме здоровья. Естественно, у них нет возможности сейчас найти работу по специальности. Социальные лифты практически не работают. Оплата труда для молодого человека минимальная. С жильем проблемы. Ну, в общем, как я уже сказал, нет ничего, кроме здоровья. Вот что можно изменить в молодежной политике, чтобы помочь молодым людям найти место в жизни? – Ну, если немножко с вами поспорить, у молодых людей, кроме здоровья, еще есть кое-что. Еще есть тот интеллектуальный потенциал, который необходимо поддерживать, развивать. – Это тоже часть здоровья. – Еще есть… Это не сугубо здоровье. Есть инициатива, есть желание себя проявить, реализовать. И вот это как раз и надо – развивать и поддерживать. Когда мы с вами сегодня говорим о том, что современная Россия пытается установить в мире, окружающем, справедливый глобальный порядок, мы никогда не будем в нашей внешней политике убедительными, пока мы не установим такой социальный мир в своем собственном обществе. Когда мы не создадим из России действительно провозглашенное в Конституции социальное государство, где были бы четко обеспеченные права для молодежи в первую очередь. Для них это наиболее актуально. Право на образование, право на медицинское обслуживание, на социальное обеспечение, на жилье и прочее, прочее, прочее. Вот поскольку сегодня эта социальная сфера еще достаточно запущена, и национальные проекты только сегодня начинают провозглашаться и внедряться, еще пока не дали серьезных результатов, молодежь на себе это испытывает болезней, чем кто-либо еще. Действительно, это сегодня самая большая зона социального риска в нашей стране. Молодежь, ну и еще люди преклонного возраста. Вот, поэтому вот они не будут уезжать тогда, когда им уже можно будет гордиться своей страной не только по поводу нашего славного прошлого и нашей признанной всем миром, правда, сегодня оспариваемой культуры, а когда им будет уже гордиться за что? Россия с точки зрения современного экономического положения, социальных гарантий и прочее, прочее, прочее. Владимир Павлович, ну вот вы возглавляете организацию, которая является преемником ленинского комсомола. Ваша организация доказала свою жизнеспособность, она имеет четкую идеологию. Вот с этой точки зрения, какие основные проблемы молодежи вы видите? Проблемы появились не сейчас, не сегодня и не вчера, и в принципе, как только, к сожалению, случилось то, что случилось в 91-м году, а вот, а возможно, даже зерна были посеяны и раньше, скорее всего, так оно и было. Сразу начались, собственно говоря, большие серьезные проблемы. Молодежь, казалось, что в стране было столько проблем, что до молодежи просто вот как-то вот ее в свободное плавание бросили, да. Какое-то время я еще это застал, времена, вот, что вот говорили, вот, сейчас появится закон о молодежи, или там закон о молодежной политике, и вот, вот, может быть, он как-то все спасет, выровняет ситуацию. Ну, он появился сейчас, вот, поправки там вносятся очень, существенно будет больше намного, да, вот, но панацеей, на мой взгляд, он как бы не стал. Проблемы, как они были, в принципе, так и не остались, вы их, в принципе, перечисляли, да. Вот, ситуация еще чем усугубляется, вот, в данном случае, да, то, в принципе, о чем, вот, мои товарищи здесь тоже уже говорили об этом, да, да, у молодежи стало проявляться больше такого потребительского качества, понимаете. Вот это вот, тот дикий такой рыночный капитализм, который в нашей стране сейчас превалирует, да, вот сейчас вот после 24 февраля, да, начали возмущаться тут чиновники, говорят, что у нас как-то молодежь стран, тут антивоенные позиции в крупных городах, вот, там, в Москве, в Петербурге, там, в Екатеринбурге было. А вопрос-то в том, что исследования проводили, они не пацифисты, для них стало трагедией то, что за рубеж вдруг нельзя будет выехать, отдохнуть там, да, а может быть там или учиться, Макдональдс закрыт, тоже для многих школьников, в старшем, это трагедия, правда. Между прочим, да, вот как это не смешно. Тик-ток, 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 это же ведь они там сидят полдня, тик-ток, инстаграм, все, VPN, а вдруг он работать не будет, нельзя будет обойти. Как видосики-то запиливать дальше-то, а вдруг YouTube закроют, да, заходишь в торговый центр, а тут раз, Zara, там, Бершка, какие-то еще там бренды закрылись, они там одежду покупали. Для них это трагедия, это нам может кажется смешно, да, то есть, ну, господи, ну, закрылся Макдональдс, да и хорошо открылся. Вот, а они там собирались, они там проводили время, там, досуг проводили, встречались с друзьями, для них это реально проблема. К сожалению, и кто в этом виноват? Они, что ли, в этом виноваты? Конечно, нет. Государство эти грабли бросило, на которые наступило. Господин Фурсенко, на Селегере, когда был еще министром образования, еще тогда не было просвещения, сейчас поделили, да, он был министром образования, и я был на этом форуме, и я прекрасно помню его фразу, когда ему наши товарищи задали вопрос, почему вы хотите реформировать образование, чем советская система была хуже? Он четко ответил, пусть цинично, но зато искренне. Советская система воспитывала творчески развитых личностей, а нам нужны квалифицированные потребители. Вот это словосочетание, не просто потребители, квалифицированные потребители. Ирина Георгиевна, ну вот вы знаете, на самом деле, действительно, некоторые проблемы, которые Владимир Павлович перечислил, они могут показаться и смешными, но я вижу, что для молодежи это совсем не смешно. Рушится некий привычный мир, а ничего взамен не предлагается. А вот на ваш взгляд, какие сейчас действительно основные проблемы у молодежи? Ну, реальные и те проблемы, которые они ощущают, как какие-то глобальные проблемы? Вы знаете, я-то все о своем родном. Если мы гуманитарную сферу вообще потеряем, а мы ее потеряли, надо прямо сказать. Потому что система ЕГЭ, например, уничтожила занятия литературой. В старших классах литературе практически не учат, замедняя ее хитроумным способом на то, чтобы затачивать на русский язык, на тесты и прочее все такое. Понимаете, дети не читали произведения, которые всегда надо прочитать в детстве или в юности. Это не читано. Что тогда становится базисом? Базиса становится Даня Милохин или еще какая-нибудь вот такая вот... Соцсети те же. Ну, самое разное и даже отвратительное. Да? Но как мы это вернем? Да? Чтобы базисом было другое. Дети хотят, чтобы их слышали. Детей не слышат. С детьми не разговаривают. Даже в студенческой аудитории, когда я задаю вопрос, а мне просто что-то отвечают. Я говорю, подожди, я задала вопрос. Ирина Георгиевна, никто так и не слушает, как вы. Если есть Куприн, значит, отвечаешь по Куприну, неважно, какой ты вопрос задал. Вы понимаете, мы перест... Я утрирую, но на самом деле мы не слышим детей. Да? Говорят, школа демократичная. Хуже, авторитарнее сегодняшнего? Нет. Потому что, когда говорят, что у нас была авторитарная школа в советское время, извините меня, это было совсем не так. Нам сказали так говорить, и мы так говорим на самом деле. Мне кажется, большая работа должна вестись не только с детьми, она должна вестись с семьей. И это уровень и образования, и досуга, и всего прочего. Потому что без этого, без семьи мы не сможем воспитать детей. Потому что все сети переиграют все твои семейные ценности. Поэтому гуманитарная сфера и семейное дело. Я хочу познакомить вас с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Что мешает России выстроить эффективную молодежную политику? Противодействие Запада, так считает, 1%. Отсутствие необходимых ресурсов, 1%. Затруднились ответить, 1%. Социально-экономический курс власти, 97%. Антон Степанович, как бы вы могли прокомментировать эти результаты? Не кажется ли вам, что действительно государство, собственно, молодежи до последнего времени не занималось? Как таковой молодежной политики не было? Сами как-нибудь вырастут? Ну да, конечно. Вот эти цифры очень красноречивы. Что запрос к власти нашей здесь явно прослеживается. И недоработки ее в социально-экономической политике здесь тоже очевидны. Поэтому, чтобы не говорили власти, чтобы они как бы пропагандистскую работу не вели, сейчас на всех каналах, так сказать, практически одна пропаганда идет. Но без разговора о том, какой же должна быть у нас сейчас социально-экономическая политика, и как организована власть, вот эта публичная власть, о которой тоже уже много лет говорят, что публичная власть, она, так сказать, придет, она порядок наведет. Но это все, опять же, разговоры пустые, без содержания, без изменения содержания. А содержание стучится в дверь уже. Вот эта операция, которая сейчас военная идет на Украине, она также ребром ставит вопрос, что же дальше, куда мы пойдем? Мы включим что? Новые области Украины в состав России, а люди-то захотят пойти за этим. И что мы предложим? Поэтому эти вопросы, стоящие ребром, они должны получить ответ. Мне кажется, что вот это вот главное в работе сейчас органов власти должно быть, даже нашего президента. Ирина Георгиевна, раз уж мы вспомнили нашу специальную военную операцию, ну ее нельзя не вспомнить, то мы видим, вот за последние годы, за последние 30 лет социально-экономический курс привел к тому, что у нас образовалось фактически два общества. Общество расслоилось на узкий круг богатых, которые не воюют, не собираются, и вообще ведут весьма эгоистический образ жизни. И бедных, собственно, основной народ, который несет на себе все тяготы. В том числе молодые люди из бедных семей сейчас и находятся на фронте, на переднем краю. Вот как-то молодежное движение под руководством президента будет озабочено этим вопросом, что у нас как два мира, и эти миры не соприкасаются, но относятся друг к другу не очень хорошо. Вы знаете, мне вот так трудно отвечать на этот вопрос. Я не думаю, что только самые бедные оказались там. Народ. Народ – это большинство все-таки. Какие бы креативные и супер-пупер богатые ни были, это такая тонкая очень прослоечка. И я думаю, что не за ними будущее. Я думаю, что сам факт этой операции уже заставляет по-другому мыслить и по-другому выстраивать то, что сейчас все называют логистические цепочки. Вот логистические цепочки и в мозгах, и в экономике, и в социальной сфере будут выстраиваться, потому что оттуда придут ребята, которые знали, за что они воевали. Они точно воевали не за карманы и кошельки олигархов, за их всякие последние марки автомобилей. Правда ведь? Поэтому я думаю, сам факт того, что появляется вот это новое, раньше не прошедшее, это горнило военное поколение, я думаю, что это сделает свое дело. Его нельзя не услышать. Владимир Павлович, вот сейчас разрабатываются новые поправки к закону о молодежной политике. Что предлагает власть и что предлагают коммунисты? В целом, будет все за все хорошее. Поддержим молодую семью, поддержим молодых ученых. Всех молодых во всех сферах будет поддержано. Но больше меняется форма. Да и, честно говоря, будем откровенны, может быть, со мной здесь поспорят, но в нашей стране можно хороший закон написать, очень хороший законопроект, да, но как только доходит дело до его реализации, вот тут вот начинаются различные барьеры, припоны, тормозы, вот. Президент у нас, казалось бы, очень классно сделал майские указы, да? Все правильно, все по делу, но их исполнение просто там за голову уберешься. Мы тоже в это верили, но будучи молодыми, что вот наконец-то, может быть, появится закон о молодежи, может быть, что-то там будет прописано, может быть, это улучшит инфраструктуру, какие-то работники новые появятся, новые сферы, возможности какие-то для молодежи. Но на самом деле закон не стал какой-то панацеей, да, и что-то вот не получилось такого прорывного в этой деятельности. Я вам больше скажу, что Комитет по молодежи запросил у Федерального агентства по Росмолодежи провести ревизию. А вообще, что у нас по стране с центрами по молодежи? В каком они состоянии, как они используются, да? Ну, во-первых, износ, понятно, колоссальный. Это бывшие дома пионеров, там где-то дома культуры используются. Есть, конечно, новая инфраструктура в таких крупных областных центрах, региональных центрах. Но, на самом деле, во многом она используется даже не по назначению. Под офисы там сдается, да, там под различные какие-то непрофильные секции там проводят, какие-то нетворкинги там, то есть, ну, сидят несколько человек, там вроде как бы какой-то прием там ведется, что-то какая-то, есть движение. То есть, у нас молодежная политика, она охватывает очень узкую часть молодежи. Да, активных, да, интересных ребят. Я вчера вернулся с форума Иволги в Самару. Да, интересные ребята, активные, патриотически настроенные. Но я прекрасно понимаю, что передо мной сидят представители очень узкой группы людей. А большая часть молодежи, пусть это не будет обидно звучать, это такое болото. Им интересно, что вот вокруг него только. Какие-то гранты там государство дает, какие-то, это все мимо проходит этих людей. Да, побыстрее уехать. У нас проблемы, даже вы поднимали вопрос, что там молодежь хочет за рубеж уехать. У нас проблема и внутренняя. Молодежь уезжает с окраин, с периферии, с районов, в крупный центр. Да, Москва уже просто заполнена до предела. Вот, в районах, даже в областных центрах уже молодежи практически нет. А это сказывается, в общем, на социально-экономической ситуации в этом регионе. Если уезжает молодежь, это все, это теряются рабочие руки, это теряется пополнение. Ну, очень много сфер сразу затрагивается. Поэтому мы, конечно, понимаете, КПРФ практически, я не знаю, сколько было законов, но так или иначе, практически большинство законов КПРФ, они так или иначе, так как они направлены на социально-экономическую ситуацию, они как раз затрагивают молодежь. Закон образования для всех затрагивает и студенчество, и молодых педагогических работников. КПРФ уже не один год бьется по повышению, точнее, правильно сказать, до доведения стипендий до уровня МРОД. На Единая Россия понятно все это. По повышению заработной платы молодых педагогов тоже все это торпедировали. По предоставлению возможностей гарантии первого рабочего места торпедирован закон. По доступности жилья, чтобы все-таки это была не ипотека, а непосредственно, если человек по месту работы, он может отработать там 10-15 лет и гарантированно получить. Торпедировано все спущено. Значит, возникает вопрос, то, о чем вы, собственно говоря, исследование провели. Наверное, здесь вопрос уже не в законопроектах, а уже вопрос в целом в курсе, в курсе вообще в целом страны. Да, но может быть сейчас каким-то образом государство повернется лицом к молодежи. Сергей Алексеевич, ну а вы какие бы поправки предложили? В закон о молодежи? Да, если вкратце. Я бы сегодня обязательно внес поправки, связанные с социальной поддержкой молодых специалистов, особенно в тех отраслях нашего производства или общественной жизни, которые приоритетны для современного государства. Обязательно я бы эти поправки распространил на молодых учителей, особенно в сельской школе. И вот то, что когда-то в Советском Союзе начиналось так до конца не довели, но хорошее было начинание обеспечения жильем, обеспечения, не знаю, чем еще, продуктами питания из местных, всех производств аграрных и так далее, по сниженным ценам и многое другое, сегодня надо бы вернуть. Потому что иначе, действительно, я согласен с коллегой, иначе молодежь оставшаяся сбежит сегодня из села, поселок, из поселка в город, из города в столицу. Поэтому обязательно поддержка сегодня врачей, молодых специалистов. Ну, всех, которые сегодня нам не только военно-промышленный комплекс, которые просто нельзя действительно терять, это понятно. Но те, кто сегодня обеспечивают, собственно говоря, экономику и социальный быт сегодня всей нашей страны и всего общества, обязательно. Я бы сегодня обязательно внес бы, я не знаю, может, уже это и есть в проекте закона, я пока его не видел, специальную какую-то поправку, специальные положения, которые поддерживали сегодня молодежь, начинающие для себя исследования в науке. Аспиранты сегодня. Мы с вами прекрасно понимаем, что это не просто энтузиасты, а это такие, как вам сказать, камикадзе, которые должны, в общем-то, одновременно писать диссертацию, заниматься наукой, обеспечивать себя, как правило, молодые семьи и люди, самые талантливые ребята, не успевают, не справляются. Поэтому вот обязательно поддержка в этом направлении. Обязательно сегодня надо поддерживать молодые семьи. Если что-то есть, можно и следовало бы еще дальше усилить, но потому что действительно сегодня это вот долговое рабство, в которое они попадают. Слава богу, появились сегодня почти нулевые ипотеки, не прошло и годы, как говорится, появились сегодня, появляется возможность. Но для того, чтобы даже вот такую ипотеку обеспечивать почти беспроцентную, надо столько зарабатывать сегодня молодым, которым просто не снится пока еще. Поэтому здесь, наверное, должны быть какие-то новые специальные льготные варианты для семейной молодежной ипотеки, которые надо добавлять к общепринятым нормам. В общем, мне кажется, что здесь просто должны быть специальные предметные меры поддержки молодежи, как той социальной группы, которая действительно создает будущее. Антон Степанович, вот опять же, возвращаясь к нашей специальной военной операции, она в большинстве народа поддерживается, совершенно очевидно. Но меньше всего она поддерживается в возрастной группе от 18 до 24 лет. И это понятно, потому что молодые люди, конечно, боятся мобилизации, никто сейчас не хочет воевать, наверное, никто не хочет умирать. Это мировая тенденция. Но, на ваш взгляд, не скрывается ли за этим что-то более глубокое? Ведь, в принципе, молодежи и так, не то, что было неплохо, нет, но было привычно. И вдруг вот эта привычная картина мира рушится. Ну, безусловно. Старшее поколение, оно все-таки научено и своими родителями, которые были непосредственно участниками войны. И я опять о том же, что без идеологической подоплеки никакая, так сказать, деятельность по защите Отечества, патриотическая работа, она не может достичь своей цели. Поэтому вот то, что молодежь сейчас чисто прагматически говорит, что мы за мир, мы против войны, мы не хотим идти убивать братьев наших. Это позиция, она не подкреплена тем, что несет с собой фашизм. Нет опыта вот этого оценки противоположной стороны, идеологической стороны. Потому что дать волю фашизму развиться, это будет страшнее всего на свете, в общем-то. И освоение этого, доходчиво освоение передачи, значит, вот этих понимания для молодежи, оно тоже становится первоочередным. И как это делать, значит, как это вести? Те чиновники, которые стоят сейчас у руля, они этого не знают. И здесь, мне кажется, надо будет очень серьезно привлекать наши общественные организации, которые как раз нацелены на работу с детьми, на то, чтобы обосновать. Но и, безусловно, опять же, как системный подход должно быть изменение социально-политической организации нашего общества. Это непременно. Я хотела бы добавить одну только вещь. Вы знаете, Ромен Ролан давно очень сказал, новая война разразится тогда, когда вырастет поколение, не помнящее ее. Понимаете, это сказал он после Второй мировой. Но сколько лет уже работая в УЗИ с 70-х годов, я говорю, новая война разразится тогда. В 90-е годы мы были, нас уже обстояла эта война. И вот сейчас уже состарилось поколение, а мы холодочком относились к этому самому прозорливому замечанию Ромена Ролана. Но сегодня, может быть, мы поймем, что мы все должны отдавать дань тому, что сейчас происходит. Понимать, что это нас касается и наших детей тоже. Сергей Алексеевич, но может быть проблема молодежной политики в том, что у нас нет государственной идеологии. Собственно говоря, мы не знаем, какие ценности и какие цели молодежи предложить. Это вопрос вопросов. Во многом это определяет сегодня, собственно говоря, настроение молодежи, отношение молодежи к государству, к старшим поколениям и так далее. Вот здесь я позволю себе каламбур. Вот мы сегодня говорим, иногда, может быть, слишком преувеличиваем, но есть в этом основании, что надо отказываться в материальной сфере от импортозамещения. То есть, наоборот, вводить импортозамещение, отказываться от привоза сюда всего чего угодно, что мы можем сами производить. Мне кажется, что давно назрела проблема отказаться, вернее, сделать импортозамещение в наших духовных ценностях. Когда мы пытались насаждать здесь либеральную демократию, с этой вот толерантностью, слово-то какое, сейчас просто вспомнишь, плеваться хочется, толерантность, которая у нас просто воспринималась огульно и совершенно вульгарно. Вот эта вот терпимость ко всему и ни к чему одновременно. Это вот просто разрушение семьи. Собственно, вот это пренебрежение к религии традиционной и так далее, и так далее. Вот сегодня мы должны это заменить. Заменить. Но вопрос с чем? Вот я думаю, что когда мы говорим о патриотизм, вот решение проблемы, а что, сегодня даже самые большие либералы себя не провозглашают, не космополитами, а патриотами провозглашают. Этого не легче ни им, ни тем, кто их слушает. Наверное, все-таки мы должны прийти к такой идеологии, к такой идее национальной. Русская идея – это идея сердца. Это все-таки вот возвышение духовного. Это семья. Это настоящая семья. Вы знаете, когда сегодня некоторые… По-моему, Трамп сказал о том, что да, правда, есть два пола всего – мужское и женское. Открытие сделал великое. До него многие американцы уже там все переоткрывали. Вот когда есть все-таки семья традиционная, когда есть понятие предки, межпоколенческая эстафета, помнить и знать о том, кто был до тебя, в твоей семье. Вот эта вот малая родина, которая сегодня почти уже вот эта вот нелепая переселенческая политика и разрушена, но еще все-таки можно сохранить. Мне кажется, если к этому добавить, вернусь к своей мысли предыдущей – социальную справедливость, вот тогда, наверное, появится некая национальная идеология только с одной деталью. У нас в России не может быть этнической национальной идеологии. Если мы хотим сделать какую-то идею, она должна быть привлекательной для всех этих, сколько никто не насчитает, по-настоящему, 180-200 этносов, которые проживают в Российской Федерации. Ее нельзя делать русской национальной идеей. Она должна быть идеей национальной для России. На основе, да, русского мира, конечно, как составляющее звено, но все-таки делать это разнообразнее, иначе мы просто потеряем нашу федерацию. Кстати, советская идея, она очень во многом совпадала с русской и приятно была универсальная. Владимир Павлович, вот как раз Путин говорит о том, что либерализм умер, капитализм умер, в социалистической идее нет ничего плохого, наконец-то наш президент это сказал и признал. А что предлагают коммунисты в сфере государственной идеологии, прежде всего, молодежи? Мы хотя бы призываем к тому, чтобы все-таки государственная власть ушла от вот этих двойных стандартов. Я, честно говоря, это не очень понимаю. С одной стороны, Ленин заложил там бомбу под Украину, как там президент говорил, да, даже в начале спецоперации, что у многих там вызвало, так сказать, мягко говоря, недоумение. Вот. Тут же говорится там, мир спас советский солдат, и такие реверансы в сторону. Советский Союз добивался колоссальных успехов. Да, до этого мы помним, как он только калоши делал и в Африку их продавал. Вот эта вот попытка усидеть на двух стульях, вроде бы и как бы не отказываться от советского наследия. Но так, знаете, вот победы, да, мы признаем. Вот Великое Отечественное, в космос полетели там, в спорте великолепно все. Прекрасные фильмы там снимали, да, там все. Искусство прекрасное, культура, да. Но без коммунистов, давайте вот так вот. То есть, вот эта вот формула, мне она как бы абсолютно непонятна. Мы сейчас говорим, слушайте, если вы призываете к консолидации общества, ну давайте вы хотя бы не будете вот эти вот делать абсолютно непонятные выпады и непонятные шаги. Вы сейчас вот смотрите, да, вот что происходит на освобожденных территориях. Восстанавливаются памятники Ленина, бюсты Ленина, таблички. Солдаты, особенно это вот ополченцы ДНР, ЛНР, со знаменем победы, с советскими флагами. Вот он просто стал символом, просто стал символом. Бойцы носят шевроны, флаг СССР, да. Их-то что, разве к этому заставляет что ли кто-то, что там в части им выдают что ли? Нет. Это идет посыл, как раз народный такой посыл, а это идет все от людей, потому что для них это что-то такое родное порушенное, что-то вот забрали. И понятное. Да, что-то такое святое. Что-то то, с чем ассоциировалось что-то великое, победоносное, легендарное. И все больше и больше восстанавливают памятник. И видно, что это такая народная инициатива. Поэтому мы к чему сейчас призываем. Я не говорю, что в данной ситуации, как сейчас складывается все, нам нужно смотреть, быть на короткой дистанции и смотреть, что сейчас будет в первую очередь. Давайте хотя бы откажемся от этих выпадов, неосторожных таких высказываниях. И уже хватит заниматься абсолютно этой псевдоисторией. Алина Георгиевна, тоже совсем вкратце время программы поджимает. Какая должна быть государственная молодежная политика вот сейчас? Она должна быть обращена к семейным ценностям, во-первых, потому что мы когда говорим, это опять дискретная вещь. Вот молодежи, до 30 будем помогать. Ага, 31, уже в сторонку иди. Не успел, опоздал. Старушка 70 лет, ну уже ладно, уже пошла куда-нибудь подальше. У нас сейчас только мы занимаемся теми, кто до 30. На самом деле, это должна быть связка, это должен быть опыт. Действительно, если это в науке, то ученые, для наставничества ученых, это не бросать в 30 лет. Может быть, еще сам уже может что-то продуцировать. Но на самом деле, сколько у меня защитилось молодежи, да, потом уже и докторские защитили. Но мы все дружим. Мне кажется, вот это содружество, наставничество, семейные ценности, и я совершенно солидарна с тем, что не должно быть двойных стандартов. Если ты говоришь одно, а делаешь другое, получается совершенно третье, чего ты никогда не можешь даже предполагать. Да, и молодежь, кстати, особенно это замечает. В заключение программы, я бы сказал, что невозможно изменить надстройку. То есть, куда входит и молодежная политика без изменения базиса, без отказа от олигархического капитализма. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok